здравствуйте уважаемые студенты сегодня мы продолжаем наш курс лекции по дисциплине моделирование систем и комплексов данная система данная дисциплина читается на кафедре информационной технологии и безопасность карагандинского технического университета для студентов специальности информатика лектор доцент кафедры информационной технологии и безопасность кандидат технических наук доненова гульмира талиндеевна тема лекции теория систем массового обслуживания прежде чем мы с вами начнем изучать данный материал нам необходимо определить цель лекции цель лекции целью данной лекции является изучить и проанализировать методику получения математических моделей на мета уровне для достижения данной цели нам необходимо с вами выполнить следующие задачи план лекции это объекты проектирования на системном уровне рассмотрим простейшую систему массового обслуживания приступим к изучению данного материала объектами проектирования на системном уровне являются такие сложные системы как производственные предприятия транспортные системы вычислительные системы и сети автоматизированные системы проектирования и управления для исследования данных моделей используются непрерывно стахастические модели особенности непрерывно стахастического подхода рассмотрим на примере использования в качестве математических моделей систем массового обслуживания которые будем называть q-схемы система массового обслуживания представляет собой класс математических схем разработанных теории массового обслуживания и различных приложений для формализации процессов функционирования систем который по своей сути является процессами обслуживания как мы сказали что система массового обслуживания представляет собой класс математических схем, разработанных в теории массового обслуживания и различных приложений для формализации процесса функционирования систем, которые по своей сути являются процессами обслуживания. В качестве процесса обслуживания могут быть представлены различные по своей физической природе процессы функционирования экономических, производственных, технических и других систем. Например, потоки поставок продукции некоторому предприятию, потоки деталей и комплектующих изделий на сборочном конвейере цеха, завода, заявки на обработку информации ЭВМ от удаленных терминалов и т.д. При этом характерным для работы таких объектов является случайное появление заявок на обслуживание и завершение обслуживания в случайные моменты времени, т.е. стахастический характер процесса их функционирования. Как было сказано, в этих приложениях анализ процесса функционирования систем связан с исследованием прохождения через систему потока заявок, иначе называемых требованиями или транзактами. Разработчиков подобных сложных систем интересуют прежде всего такие параметры, как производитель, т.е. пропускная способность проектируемой системы, продолжительность обслуживания, или, мы говорим, задержки заявок в системе, эффективность используемого в системе оборудования. В простейшем случае система массового обслуживания представляет собой некоторое средство, устройство, называемое обслуживающим аппаратом, вместе с очередями заявок на входах. Более сложные системы массового обслуживания состоят из многих взаимосвязанных обслуживающих аппаратов. На ваших экранах вы видите прибор обслуживания, который состоит у нас из накопителя, вот он у нас посередине N, генератора заявок, канала обслуживания и потока выходных заявок. Прибор заявок, прибор обслуживания заявок состоит, как мы сказали, из накопителя заявок, в котором может одновременно находиться до N заявок. Также он состоит из канала обслуживания, который обслуживает аппарат или мы его называем обслуживающий аппарат. На каждый элемент прибора обслуживания поступает поток событий. В накопитель поступает поток заявок, а на канал поступает поток обслуживания. Поток заявок характеризуется временем поступления заявок. В общем случае поток можно рассмотреть как случайный процесс с задаваемой функцией распределения промежутков времени между моментами поступления двух соседних заявок. Основной характеристикой потока заявок является интенсивность. Она равна среднему числу заявок, поступающих в единицу времени. Величина обратная ей это средний интервал времени между поступлениями двух соседних заявок. Идем дальше. Работа канала обслуживания характеризуется длительностью обслуживания заявок, заявки. Также в промежутком времени необходимым для обслуживания. В общем случае это случайная величина, характеризуемая некоторым законом распределения. Математическое ожидание этого закона это среднее время обслуживания заявки. Состояние системы массового обслуживания характеризуется состояниями составляющих ее объектов. Состояние обслуживающего аппарата выражается буглевыми величинами, значение которых интерпретируется как true – занято и false – свободно и длинами очередей на входах обслуживающего аппарата. Переменные характеризующие состояние системы массового обслуживания будем называть переменными состояниями или фазовыми переменными. Правило, согласно которому заявки выбирают из очередей на обслуживание называют дисциплину обслуживания. А величину, выражающую преимущественное право на обслуживание, приоритетом. Бесприоритетная дисциплина все транзакты имеют одинаковые приоритеты. Среди бесприоритетных дисциплин наиболее популярны дисциплины FIFA First in, First out Первым пришел, Первым обслуживание. Лифа Last in, First out Последним пришел, Первым обслуживание. И со случайным выбором заявок из очередей. Следующая у нас есть приоритетная дисциплина. В приоритетной дисциплине для заявок каждого приоритета на входе обслуживающего аппарата выделяется своя очередь. Заявка из очереди не с низким приоритетом поступает на обслуживание, если пустые очереди с более высокими приоритетами. Различает приоритеты абсолютные, относительные и динамические. Заявка из очереди с более высоким абсолютным приоритетом поступая на вход занятого обслуживающего аппарата прерывает уже начатое обслуживание заявки более низкого приоритета. В случае относительного приоритета прерывания не происходит. Более высокоприоритетная заявка ждет окончание уже начатого обслуживания. Динамические приоритеты могут изменяться во время нахождения заявки в системе массового обслуживания. Имитационное моделирование систем массового обслуживания. исследование поведения систем массового обслуживания, то есть определение временных зависимости перемен, характеризующих систем массового обслуживания, при подаче на входе любых требуемых в соответствии заданиях на эксперимент потоков заявок, называют имитационным моделированием. Имитационное моделирование проводят путем воспроизведения событий, происходящих одновременно или последовательно в модельном времени. При этом подсобытие понимает факт изменения значения любой фазовой переменной. Процесс функционирования прибора обслуживания можно представить как процесс изменения состояния его элементов во время. переход в новое состояние для прибора обслуживания означает изменение количества заявок, которые в нем находятся. Таким образом, вектор состояния для прибора обслуживания состоит из вектора состояния накопителя и вектора состояния канала. В практике моделирования систем, имеющих более сложные структурные связи и алгоритмы поведения для формализации используются не отдельные приборы обслуживания, а к схеме образуемой композиции многих элементарных приборов обслуживания. Если каналы различных приборов обслуживания соединены параллельно, то имеет место многоканальное обслуживание. А если приборы и их параллельные композиции соединены последовательно, то имеет место многофазовое обслуживание, многофазная Q-схема. Таким образом, для создания задания Q-схемы необходимо использовать оператор сопряжения R, отражающий взаимосвязь элементов структуры каналов и накопителей между собой. Связи между элементами Q-схем изображаются в виде стрелок, различают разомкнутые и замкнутые Q-схемы. В разомкнутой Q-схеме выходной поток обслуживания заявок не может снова поступить на какой-либо элемент, то есть обратная связь отсутствует, а в замкнутых Q-схемах имеются обратные связи. Внутренними параметрами Q-схем будут являться количество фаз, количество каналов, количество накопителей каждой фазы и емкость накопителя. Следует отметить, что в теории массового обслуживания в зависимости от емкости накопителя применяют следующую терминологию для систем массового обслуживания. Это система с ожиданием, система с потерями, с потерями, когда накопитель у нас отсутствует, а имеется только канал обслуживания. Также есть система смешанного типа. Всю совокупную собственных параметров Q-схем обозначим как множество L. Для задания Q-схем необходимо такое описание алгоритмов ее функционирования, которое определяет набор правил поведения заявок в системе в различных неоднозначных ситуациях. В зависимости от места возникновения таких ситуаций различают алгоритмы или дисциплины ожидания заявок накопителей и обслуживания заявок каждого элементарного обслуживающего прибора. Неоднозначность заявок, отражающая процесс в той или иной реальной системе, учитывается с помощью ведения классов приоритетов. Различают статические и динамические приоритеты относительные и абсолютные приоритеты. При рассмотрении алгоритмов функционирования необходимо также задать набор правил, по которым заявки покидают накопитель и канал обслуживания. Для накопителя правило может быть переполнение, правило ухода, для канала обслуживания может быть правило выбора маршрутов или направления ухода. Необходимо задать также правило блокировки канала. Весь набор возможных алгоритмов поведения заявок в КУС-схеме можно представить в виде некоторого оператора алгоритма поведения заявок. Рассмотрим особенности применения КУС-схемы на примере моделирования простейшей системы массового обслуживания. Генератор заявок вырабатывает заявки в соответствии с требуемым законам. Предположим, что длина очереди у нас неограничена. Зададимся дисциплиной обслуживания заявок, стоящих в очереди. Раньше пришел, раньше обслужив. Вы у себя на экранах видите, если ТИТ это время поступления ИТ-заявки в прибор обслуживания, то тогда время выхода Y ИТ-заявки из приборов обслуживания будет складываться из ТИТ-го это момент поступления ИТ-заявки в прибор обслуживания. ТАУ-АШ-ИТ это время пребывания заявки в очереди. или в накопитель. ИТАУ-КА-ИТ это время обслуживания ИТ-заявки. Параметры ТИТ и ТКТ определяются по соответствующим законам генерации и обслуживания заявок. Нам необходимо определить время нахождения заявки в накопителе. ЭТААУ-КА-ИТ-заявки ИТАУ-КА-ИТАУ-КА-ИТАУ-КА-ИТ ИТА-ИТАuate Будем считать, что в момент времени Т нулевое в системе массового обслуживания не было ни одной заявки. Значит, время нахождения накопителя ИТ-заявки было равно нулю. То есть время пребывания в очереди самого первого требования равно нулю. Теперь рассчитаем время нахождения заявки в накопителе. Если это выражение THIT, это время нахождения заявки в накопителе, плюс TKIT, минус NEWIT больше нуля, то время нахождения заявки рассчитывается по данной формуле. Если это выражение меньше нуля, то время нахождения заявки в накопителе равно нулю. Соотношение этой данной мы сейчас с вами проиллюстрируем в графическом виде. Теперь конкретно мы сейчас с вами рассмотрим. В момент времени THIT на прибор обслуживания поступила заявка. Поступила заявка. Ну, наш прибор обслуживания. Время равно было THIT. Теперь, далее эта заявка поступает в какой-то момент времени. Она поступает в накопитель. Теперь поступает и плюс первая заявка в какой-то момент времени. И вот в данный момент времени выходит заявка из прибора обслуживания. Первая, ну, то есть первый график, да, у нас характеризует первую формулу. Сейчас мы вернемся назад. Смотрите. THIT – это время нахождения заявки в накопителе. THIT – это время нахождения заявки в канале обслуживания. Мы их между собой складываем. Ню мы говорим, это время, это разница, интервал между поступлением ИТ-заявки и И плюс первой заявки. Видим? И получается, что вот это время, когда мы складываем время нахождения в накопителе и время нахождения в канале обслуживания, и отнимаем интервал между поступлениями заявок, вот это время, это будет время нахождения и плюс первой заявки в накопителе. Это первая формула. Снова возвращаемся сюда. Вот мы говорим, время нахождения в накопителе плюс время нахождения в канале обслуживания и минус интервал, это интервал времени между поступлениями двумя заявок. Это равно время нахождения ИТ-заявки и плюс первой заявки в очереди или в накопителе. Есть вопросы? Переходим ко второй формуле, когда у нас равно нулю. Смотрите, заявка была сначала в накопителе ИТ и в канале обслуживания. Потом она вышла из канала обслуживания и только после поступила И плюс первая заявка. Получается, что если мы сложим эти два времени и отнимем интервал между ними, он у нас будет меньше нуля. Соответственно, что И плюс первая заявка сразу поступила и не стояла в очереди и пошла обслуживаться. Вот, это формула вторая. Здесь у нас время нахождения заявки в канале обслуживания равно нулю. Обратите внимание, по этой части есть у вас вопросы? Хорошо, переходим дальше. Обратите внимание еще раз на графическую интерпретацию данного выражения. Получается, что мы таким образом, у нас получается возможность вычислить время нахождения И плюс первой заявки в накопителе. Мы последовательно каждую заявку, то есть ее время нахождения в накопителе, мы можем вычислить. Алгоритм моделирования простейшей системы массового обслуживания. Первый этап. Это генерация случайной величины ню. Ню – это у нас интервал времени между поступлениями двух соседних заявок. Также мы вычисляем время ТИТ. Время ТИТ – это время нахождения ИТ-заявки в канале обслуживания. ТИТ-заявки и нахождения ИТ-заявки в накопителе. Далее мы с вами вычисляем ТИТ. ТИТ-заявки и нахождения ТИТ-заявки в накопителе. После мы вычисляем с вами ИТ-заявки. ИТ-заявки и нахождения ИТ-заявки и нахождения ИТ-заявки. ИТ-заявки мы с вами сказали, что это время выхода заявки из прибора обслуживания. Когда мы подаем на вход достаточное большое количество заявок, скажем, тысячу, миллион заявок, мы можем собрать статистические сведения для определения следующих характеристик. Это загрузка нашего канала обслуживания, то есть его продуктивность. Также мы можем определить коэффициент простоя, количество заявок, обслуженных в приборе. Также мы можем определить среднюю и максимальную длину очереди, среднее и максимальное время ожидания в очереди, среднее и максимальное время пребывания заявки в системе. На следующей лекции мы с вами рассмотрим процесс моделирования систем массового обслуживания с использованием программного комплекса GPSS. Определим необходимые команды, как проходит вообще процесс моделирования. Сейчас мы с вами рассмотрели теорию. Теорию моделирования простейшей системы массового обслуживания. Как видно на примере, даже простейшая система массового обслуживания для моделирования необходимо составление алгоритма синхронизирующего события, происходящего в системе и выявляющего события, которые должны быть очередными. Продвижение текущего модельного времени удобно выполнять с помощью событийного метода, заключающего в составлении для всех генераторов заявок и обслуживающих аппаратов списка будущих событий. Момент наступления текущего события в системе массового обслуживания определяется минимальным значением момента времени и списка будущих событий. Кроме событий, непосредственно влияющих на работу системы, в списке будущих событий заносятся также моменты времени, печати, статистических сведений и окончания моделирования. Список будущих событий включает в себя моменты поступления заявок от генератора, моменты выборки заявок из очереди аппаратами. Также считаем, что они совпадают со временем окончания обслуживания предыдущих заявок. Таким образом, алгоритм событийного моделирования определяет минимальное значение момента времени и списка будущих событий. Этот момент времени соответствует событиям, которые будут следующим в системе. В зависимости от того, что за событие, алгоритм должен выполнять те или иные изменения в системе, обусловленные логикой работы канала обслуживания, на которые влияет данное событие, и добавить соответствующие элементы в список будущих событий. Как я до этого вам сказала, на работу с Q-схемами при машинной реализации ориентированы многие языки имитационного моделирования, такие как Simula, SimScript, GPSS. Все эти детальные вопросы, связанные с имитационным моделированием, рассмотрим на следующей лекции на основе программного комплекса GPSS. Сейчас мне хотелось бы вам наглядно показать, как проводится моделирование систем в виде небольшого видеоматериала. Этот материал составлен компанией XL Exchange. Ссылка на него будет у вас дана в конце лекции. И называется Introductions to System Dynamic Models. A System Dynamics Model starts with a diagram showing the structure of a system. You don't need to learn a new programming language. You just need to identify how the parts are connected and input some basic math functions, such as adding, subtracting, multiplying and dividing. Key stocks or accumulations are identified with the box. These stocks can go up and down based on their flows or rates of change. The advantage to moving from a stock flow diagram to a running model is that you can see what happens to the accumulations in the system over time. So the diagram isn't just a static picture of a system, but rather it becomes dynamic, like a moving machine or organism. Here's a simple example. Let's say we have a population of deer. The number of deer are represented as a stock. They can be born, adding to the population, and they can die, subtracting from the population. How many are born depends on two factors. How many deer there are and the birth fraction. That is the percentage of deer that will give birth in any given year. That takes into account that about half of the population will be female, and some of those females will be too young or too old to give birth. To figure out the number of births in any given year, we multiply the number of deer by the birth fraction. Again, to keep it simple, let's say the lifespan of a deer will be about five years. To figure out the number of deaths in any given year, we divide how many deer we have by the lifespan. So on average, one-fifth of the deer would die in any given year. Can you guess what will happen to the deer population given this simple structure and set of rules? Let's find out. Notice that the deer population stays exactly the same for 20 years. Now let's make a simple change. We'll change the lifespan to 10 years so the deer will live twice as long. What do you think will happen to the deer population? Even though the birth fraction is the same, more deer are born because fewer deer die. This allows the population to grow over time. Let's try one more option. We'll reset the lifespan back to five years, and then lower the birth fraction. What do you think will happen now? Now notice that the deer die out because fewer are born each year than die. This is a very simple model, and we can explore questions about what would happen if the initial population was higher or lower, if the birth fraction was higher or lower, and if the lifespan was higher or lower. Yet this model is very limited. Let's say there was a problem with the deer population. Perhaps there are too many or too few deer. We can add other aspects that affect the population in order to understand the problem and consider leverage to improve the situation. These might include elements like food for the deer, predators, and more. To create some of your own models, check out the book Model Mysteries, that includes funds. Now we've seen a video on how all factors are in the model of the system. Before we start to control the questions about the lecture, I would like to show you one video-fragment about how how моделируется система массового обслуживания на примерах. И что еще хотелось бы сказать, на чем бы остановиться. Этот видеоматериал подготовлен компанией Moose d IMT. Ссылка на данную презентацию также будет дана вам в конце лекции, чтобы вы еще и думали, если что, детально ее просмотрели. Перейдем к просмотру. Cueing theory is mainly mathematics. The standard approach is to model the evolution of a time of the number of customers in the system as a random process. The mean performance of the system is then obtained from an analysis of the steady state regime of this random process. The first step of this modeling is to characterize the system. The system has different characteristics. First of all, we have to characterize the arrival process of customers. In other words, the way customers arrive in the system. The customer arrival process is often modeled as a Poisson process. Then, we have to characterize the service duration meaning the time which is required to serve each client. Note that the service duration is often modeled as an exponential load. It's also necessary to specify the number of servers since different servers can work in parallel and take on different customers. Customers can wait in a buffer if all the servers are busy. So, we have to define the total maximum number of clients in the system including the clients that are being served and the waiting clients. And finally, we have to clarify the scheduling policy or the order in which customers access servers. The most common policy being FIFO first in first out meaning that customers access the servers in the order in which they arrive. In other words first come first served. Let's go back to the characterization of customer arrivals. The arrival process is a point process meaning a set of points on the timeline. Each point denoted as ti on this graph represents the arrival time of customer number i. The interarrival time denotes the time between two consecutive customers. It is denoted here as ui which is equal to ti plus 1 minus ti and represents the interval between the arrival of customer i and the arrival of customer i plus 1. In simple models it is assumed that the successive interarrival times or u1, u2, u3, etc. are mutually independent and that they follow the same probability distribution. In this case the customer arrival process is therefore fully characterized by the law of interarrival times. It is very often assumed that the law of successive interarrival times is an exponential distribution whose parameter is classically denoted as lambda. The probability that the interarrival time ui is greater than a given freeshot u is thus equal to the exponential of minus lambda u. In this case when the interarrival times are independent and identically distributed according to an exponential distribution with parameter lambda the arrival process is said to be a Poisson process of rate lambda. lambda is called the arrival rate. It represents an average number of customer arrivals per time unit so its unit is the inverse of the time unit for example customers per second. Reciproperly the average time between two consecutive arrivals equals one divided by lambda and is stated in for example seconds. Now we have seen video about how forms заявки that use exponential spread and spread the Poisson of the whole lecture and also two videos you need to answer the question For one two one area two some to the galaxy may be jury Третье. Как смоделировать время пребывания транзакта в системе? Четвертое. Напишите алгоритм моделирования простейшей системы массового обслуживания. Ответы на данные контрольные вопросы вы должны прикрепить в ИС-Универ. Следующее задание, которое вы сейчас получите, это задание для самостоятельной работы. Вам необходимо ответить на следующие вопросы. Объекты проектирования на системном уровне. Дать подробное описание простейшей системы массового обслуживания. Также привести схему моделирования времени пребывания транзакта в системе. И подробно описать алгоритм моделирования простейшей системы массового обслуживания. Для составления своих ответов вы можете пользоваться следующей литературой. Учебник для студентов и магистратов. Изданный в 2018 году в Карагандинском государственном техническом университете. Дворецкий. Дворецкий. Моделирование системы. Учебник для студентов УЗА по специальности автоматизации технологических процессов и производств. 2015 год. Следующий учебник под редакцией советов моделирования системы. Изданный в 2015 году. Помимо данных учебников вы также можете использовать учебные пособия. Советов Яковлев. Моделирование системы. Ахмеджанов Даненова. Моделирование системы комплексов на казахском языке. Нургушин Даненова. Моделирование физических процессов на основе программного комплекса ANSI. Также здесь есть ссылки на те видеоролики или видеофильмы, фрагменты, которые были приведены в данной лекции. На этом наш материал лекции подходит к концу. То есть мы его изложили весь. Вам необходимо ответить на контрольные вопросы, а также выполнить самостоятельную работу. Все свои ответы вы должны прикрепить из универа. Спасибо за внимание. Лекция закончена.